Всех приветствую дорогие зрители в еженедельной рубрике игрового консольного дайджеста на канале Games Mafia. Неделька у нас оказалась богатая на события и соответственно информацию, поэтому устраивайтесь поудобнее, заваривайте себе чайку и мы начинаем. На этой неделе компания Sony провела долгожданную и многообещающую презентацию State of Play, в рамках которых продемонстрировала несколько абсолютно новых игр, таких как Росомаха, которая создается под крылом Insomniac Games, вторая часть Человека-паука и речь идет о полноценной второй части, также интересен по крайней мере с первого взгляда Project Eve, который позиционирует себя как слэшер в таком немного научно-фантастическом сегменте и уж с очень обаятельной главной героиней. В общем, дорогие зрители, если вы пропустили небольшую 40-минутную презентацию State of Play от компании Sony, рекомендую вам посмотреть небольшой обзор по ссылке в правом верхнем углу, либо же в описании. И да, рекомендую это сделать после того, как полностью досмотрите дайджест. Замечательная новость для пользователей, играющих на ПК. В начале 2022 года на персональных компьютерах выйдет один из лучших эксклюзивов платформы PlayStation, Uncharted 4 и Lost Legacy. Две игры будут поставляться одним комплектом с улучшенной графикой и, соответственно, производительностью. В общем, 2022 год, а вернее его начало, ознаменуется выходом обновленных версий Uncharted для ПК и нового поколения. Доброта Sony не знает границ. Владельцы Horizon Forbidden West для PlayStation 4 все же получат бесплатное обновление для PlayStation 5. Только это будет некий жест доброты в единоразовой форуме. За обновление всех последующих кроссген игр компания будет требовать по 10 долларов за игру. Глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан поспешил лично обрадовать комьюнити PlayStation о том, что они получат обновление из PS4 на PS5 абсолютно бесплатно. Тот случай, когда народное негодование возымело эффект и в Sony все же в единоразовой форме решили сделать бесплатное обновление с PS4 на PS5. Напомню, Horizon Forbidden West выйдет 18 февраля 2022 года на платформах PS4 и PS5. Игровое подразделение Sony приобрело очередную новую студию. Выбор пал на британскую компанию Firespeed, которая принимала участие в работе над несколькими играми для виртуальной реальности The Persistence VR и Playroom VR. Примечательно, что Firespeed создали выходцы из Sony. До приобретения компания нанимала сотрудников для работы над огромным многопользовательским шутером, меняющим правила игры и амбициозным приключением блокбастером с мрачным повествованием. Не совсем понятно, продолжит ли компания работу над озвученными проектами, но отмечается, что игры Firespeed будут в нествойственном для PlayStation Studios жанрах. Блогер Moor Love is Dead, ссылаясь на свои проверенные источники, утверждает, что Sony намеревается выпустить PlayStation 5 Pro в период с 2023 по 2024 год. Консоль будет иметь обновленное и более производительное железо и начнет поддерживать полноценное 8К разрешение, а также технологию от AMD FidelityFX Super Resolution. При этом стоимость устройства составит порядка 700 долларов для американского рынка и 700 евро для Европы. Пожалуй, ни для кого не удивительная новость, то, что компания Sony приблизительно в середине жизненного цикла PlayStation 5 выпустит обновленную и порой даже, возможно, улучшенную версию со стороны производительности с индексом, к примеру, PlayStation 5 Pro. Похожая информация от данного блогера следовала и о линейке от прямого конкурента Sony, компании Xbox. По его словам, компания Microsoft планирует сделать обновленную модель Xbox Series S, которая будет дороже, но в то же время производительней. Устройство получит более быстрый чип, кроме того, инженеры разблокируют все 24 вычислительных ядра, сейчас же задействовано всего лишь 20. Все эти манипуляции увеличат производительность новой игровой платформы приблизительно на 50%. Обновленная консоль будет стоить порядка 350 долларов, когда оригинальная Xbox Series S подешевеет до отметки 250 баксов. До консолей PlayStation добрался офигенский эксклюзив от Xbox. На этой неделе было анонсировано на всех актуальных платформах, в частности PlayStation 4 и PlayStation 5, Alan Wake Remastered. Обновленная версия триллера создается финской студией Remedy при поддержке Epic Games. Деталей об обновленной игре, к сожалению, мало, кроме небольшого комментария от разработчиков. Alan Wake Remastered это тот же самый игровой опыт, полюбившийся вам много лет назад. Мы не хотели его менять, но визуальная составляющая, модели персонажей, включая самого Алана Уэйка, а также кинематографические ролики были обновлены и улучшены. Из представленного трейлера на State of Play следует, что игра действительно немного подтянула свою графическую составляющую, но все же она не выходит на принципиально новый уровень, но как-никак игра появится на PlayStation, и это уже хороший знак. Релиз запланирован на 5 октября этого года, и прайс на игру составил 1789 рублей в российском P-Story и 799 рублей в украинском. Rockstar на презентации от Sony поделилась официальной датой релиза, когда выпустит обновленную версию Grand Theft Auto V для консолей нового поколения. В марте 2022 года игроки увидят обновленную версию GTA V для нового поколения. Игра будет работать при 60 кадрах в секунду с немного улучшенной графикой и в целом производительностью. И маленький бонус для всех подписчиков платной услуги PlayStation Plus. На целых 3 месяца им абсолютно бесплатно будет доступен онлайн режим игры GTA Online. Мелочь, но все же которая позволит сыграть в GTA абсолютно на шару. Стало известно сентябрьское пополнение игр платного сервиса PlayStation Now. Tekken 7 с временным характером до 28 февраля 2022 года, Killing Floor 2, Wind Bound, Pathfinder Kingdom Maker и последняя игра с постоянным характером Moonlighter. Пожалуй, с таким сентябрьским обновлением PlayStation Now не захочется и покупать данную подписку. Немного актуальных фотографий со съемок Одни из нас. Съемки сериала по консольному эксклюзиву Один из нас продолжаются. И из представленных фоток, которые сейчас вы видите на своих экранах, следует. Съемочная группа приступила к самому апогею, постапокалипсис, разруха и полный хаос. Для любителей пошопиться в цифровом магазине PlayStation Store и приобрести что-то по выгодному дисконту, на этой неделе не совсем благоприятное время. Акционная кампания у нас как бы стартовала, но она распространяется на дополнение к играм, а не же DLC, также на различные дополнительные паки, которые именуются как донат. В общем, не совсем бы рекомендовал тратиться в небольшое обновление на этой неделе. Ждем действительно годные скидки на следующей неделе. В конце каждого дайджеста мы выбираем один комментарий, который в целом нам понравился и автор которого получает небольшое вознаграждение в виде 500 рублей для PlayStation Network. Сегодняшний победитель, которого просьба обратиться в контакт за своим призом. И напоминаю, дорогие зрители, если вы также хотите принять участие и испытать свою удачу, то оставляйте комментарий и может именно ты в следующем выпуске получишь маленький, но все же приз. Дорогие зрители, 68 выпуск игрового консольного дайджеста подошел к концу. С вами был канал GamesMafia. Ставьте свои царские лайки, подписывайтесь на канал. Обязательно еще услышимся. Всем пока!